Почтить ветеранов и отдать дань уважения невернувшимся с полей боевой славы соотечественникам. Накануне епископ Барнаульский Алтайский Максим встретился с ветеранами Великой Отечественной войны. Вместе они поучаствовали в молебне о погибших в войнах, а затем побеседовали о победе и судьбах России. Надо сказать, что эта встреча проходит не первый раз. Ее участники – ветераны из числа прихожан храмов Барнаульской епархии. В столицу края они съехались со всего региона. Сначала в Иверском храме состоялся молебен о погибших в войнах. Затем убеленные сединами защитники Отечества посетили музей истории православия на Алтае. Ну а после с гостями встретился правящий архиерей, епископ Барнаульский Алтайский Максим. За праздничной трапезой владыка поздравил ветеранов с 68-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне и вручил им памятные подарки. Для нашей родины, России, которая началась не в 17-м году, а чуть-чуть пораньше на тысячу лет, В одном ряду вместе с вами были Дмитрий Донской, Георгий Константин Жуков, Александр Невский и многие-многие другие великие полководцы, маршалы, командиры, которые прославили нашу родину, великую родину Россию. И мы сегодня, имея великую честь, пригласить вас для того, чтобы поклониться вам, посмотреть на ваши лица. Перед участниками войны выступили воспитанники пансионата при Барнаульской духовной семинарии и учащиеся в воскресной школе Покровского кафедрального собора. А ветераны поделились воспоминаниями о войне, рассказали о некоторых эпизодах из своей фронтовой биографии, вспомнили ушедших из жизни товарищей. Но праздник победы, хоть и со слезами на глазах, все же великое торжество, тем более, что в этом году, как и в далеком 45-м, он совпадает со светлой седмицей. Поэтому, если и были слезы на глазах фронтовиков, то только радости и умиления.